Приветствую вас, и как я понимаю, проблема заключается в двух основных моментах. Первый момент это то, что между вашим мужем и вами нету определенного доверия, что он от вас закрылся, и вы спрашиваете о том, что вы упустили. А второй аспект заключается в том, что у вас плохие отношения со свекровью, и ваш муж, зная о том, что эти отношения не являются хорошими, не являются чем-то положительными, приятным для вас не ставить вас в известность относительно того, что произошло, относительно того, что он себе собирается сделать, а именно, собственно говоря, относительно того, что она приедет. И вам вот это вот не нравится, и вы хотите для себя уяснить, вы хотите для себя уяснить, что, что вам делать дальше, наверное. Потому что вы пишете, что, значит, не хотите видеть ее в своем доме, и это купе с отсутствием доверия. Я имею в виду вам и вашим мужем являются большой проблемой. Ну, во-первых, нужно сказать так. Я прочитал ваши вопросы, которые вы писали на этого. Несмотря на то, что они вроде как решенные, там тоже имеют место быть проблемы между вами и вашим мужем. И пальцы с микробью. Есть определенные проблемы, тем более, что мужчина вас не защищал, как вы говорите. Значит, давайте подумаем вот о чем. А почему мужчина вам, ну, недели за вами тем, что у него происходит? Вот с чем это может быть связано, вообще-то говоря? Ну, самый такой явный повод, самая явная причина, которая может быть для мужчины не делиться с вами чем-либо, это отсутствие доверия между вами. То есть, вот вы говорите о том, что вы по крупицам выстраивали свои отношения, вы по крупицам как-то их восстанавливали. И это, безусловно, очень хорошо и правильно, то, что вы делали. Но, теперь, спустя определенное время, спустя какой-то промежуток времени, да, можно и нужно говорить о том, что на данный момент доверие между вами вновь потеря. И вот почему оно, в материи, наверное, доверие, почему его не стало, этого доверия, а вы здесь, к сожалению, как бы не раскрываете. Вы этого, к сожалению, не пишете, что между вами произошло. То есть, понятно, что умер отец мужа, это ему тяжело очень дается, он тяжело это переживает, это, безусловно, понятно. Но, почему между вами вновь пропало доверие, вот этот момент, момент не очень ясный. Отдельно хочу сказать такую вещь, что, вот вы пишете здесь, что, это уже в дополнении, вы пишете, что, значит, после кризиса в отношениях у вас начали выстраиваться отношения, появилось доверие, забота и тепло. Возникает вопрос. Вот это вот доверие, забота и тепло, они как себя проявляют? Потому что возникает некое несоответствие между тем, что вы для себя считаете доверием и теплом, и тем, что есть на самом деле. Насчет тепла я, конечно, не знаю, насчет работы тоже не знаю, потому что об этом мы не пишем. Но доверие, если мужчина закрылся и с вами не делится, доверие можно не учитывать в этом контексте. Значит, если мужчина закрылся от вас после того, как умер его папа, то, значит, скорее всего, он не воспринимает вас в качестве своих семьи. То есть вы для него, для вашего мужа, вы для него именно жена. Жена в глобальном смысле этого слова. То есть вы дополнение, как бы дополнение к вашему мужу. Муж считает вас таковой. И он не считает для себя нужным, не считает для себя возможным ставить вас в известность о том, что для него вообще важно и что для него вообще само собой разумеется. И в ответ на то, почему мужчина не считается с вами, почему мужчина не считает возможным, что вам нужно говорить, вам нужно как-то обсуждать то, что происходит. Причина этого кроется в том, что свекрозь, вот свекрозь, она имеет отношение с мужем, вот по вашему предыдущему вопросу, да, который вы задавали. То, что здесь свекрозь постоянно устраивает вам скандалы, значит, муж, мужчина успокаивает вашу свекрозь, да. И, собственно, она, фекрозь, манипулирует вашим мужем. Она, как мать, пользуется тем, что, ну, в общем-то, сыр к ней привязан. И вам нужно сейчас понять для себя проблемы. Проблемы и причины, которые полкают свекровь на подобное поведение. Вот для чего, как вы думаете, свекрови нужно, ну, вести себя так. Представлять вас плохой, так, жалеть о том, что вы, что не развела, она вас сла и так далее. А для чего ей это нужно делать? Нужно ей это делать для того, чтобы подчеркнуть свою собственную значимость. Нужно ей это для того, чтобы не потерять мужа, не потерять, не потерять вашего мужа, не потерять своего сына. И тем самым не остаться одной. И вам в этой ситуации нужно перестать воспринимать ее, как человека, равного себе. Вы сейчас этим занимаетесь. Вы говорите, вот она, между нами стена, я ее, я не хочу с ней общаться, я не могу с ней общаться и так далее. Да, действительно, то, что она сделана, это очень плохо, неприемлемо, это оскорбительно для вас и так далее. Безусловно, это понятно. Но, вы думаете, это направлено на вас? Вы думаете, это направлено на вашего сына, на внука? Вы думаете, что она именно вас не любит? И именно поэтому между вами стена, ну, по крайней мере, стена с вашей стороны. На самом деле, это не совсем так. Свекровь не любит ни вас. Свекровь не любит никого, кто, так или иначе, угрожает ее связи с сыном. Она, свекровь, римнует вас. Она, свекровь, боится потерять свое значение, боится остаться одна. Сейчас боится остаться одна едва ли не сильнее, чем раньше. Кроме того, по ее мнению, вот мужчина, он должен делать то, что говорит она, свекровь. Свекровь очень властная женщина. И властность, то есть, можно сказать, даже на некую степень тирании, да, это всегда страх. Два неуверенности в себе, страх потери, там, значений. Страх потерять людей, за счет которых человек ощущает собственную настребованность и значимость. И ваша свекровь этого отчаянно боится. В противном случае ей не нужно было бы, например, заставлять своего мужа, там, что-то делать, да, и так далее, и так далее. И, конечно же, конечно же, ее властность – это эгоцентризм. Эгоцентризм – это означает, что она считает себя единственно правой, она считает себя единственно значимой, и кроме ее мнения, нет мнения больше никого. К этому нужно относиться так. Во-первых, человек старый, престарелый уже. Во-вторых, человек ассас один, и раньше, когда она еще была с мужем, да, это у вас в дополнение идет, и в предыдущем вопросе. Она тоже вела себя так, потому что, ну, наверное, почувствовала, что муж – это муж, а сын – это сын. И что на сын это можно положиться в большей степени. Ну, не умеет человек отпускать своих детей, не умеет человек позволять другим жить своей жизнью, и не умеет человек понимать, что у детей может быть своя жизнь. И на самом деле, с учетом того, сколько ей лезть, можно и нужно говорить о том, что у нее своеобразное воспитание. У нее воспитание. Воспитание, которое не позволяет ей смотреть на вещи и нации. Ну, в конце концов, она жила в Советском Союзе и родила в Советском Союзе, а там воспитание было другое. Там либо мужчина был главным, либо женщина. И она, видимо, была именно той главной, которая подчиняла своего мужа, а затем пыталась подчинить сына, что он ей не может там слово даже поперек сказать. И вообще убеждает вас в том, что сын кровь действительно вас любит. То есть он пытается как-то сгладить ситуацию. Возможно, в его отношениях с матерью есть определенные нотки страха, определенные нотки какого-то, знаете, подсознательного опасения, что она ему может там сделать или что она святая. Вот некоторые родители внушают своим детям, что они святые, что на них вообще нельзя там ни голос повыться, хотя вообще не повышать, ни поперек сказать ничего, ничего бы это не было вообще. И в этом аспекте, в этом контексте, можно вам сказать только одно, что бороться за свекровью бесполезно. Это мать вашего мужа. Какой бы она ни была, это мать у вашего мужа. И вы не обязаны ее принимать. Об этом мы поговорим чуть позже. Вы не обязаны ее принимать, но вы имеете полное право, имеете такую возможность, это ваш, ну, моральный, наверное, долг, не атаковать. Атаковать ее, относиться к ней, как молодое поколение, более молодое поколение, более-более мудрое поколение. И как более мудрое поколение относиться к ней с пониманием и с жалостью. Действительно, постарайтесь свою свекровь пожалеть. Постарайтесь перестать ровнять себя с ней. Вы выше, вы лучше. Вы находите совершенно другой плоскости, чем она. И у вас, у вас более лучшее, более выгодное положение, чем у них, у нее. Она это понимает. И она, да, не понимает, что ее жизнь практически подошла к концу. Ну, практически. И она будет отчаянно цепляться за нее. А что есть в ее жизни? Ее жизнь – это ее сын. Вот и все. Как только вы поймете, что у вас нет ничего личного, что ненавидела бы свекровь в вас, то свекровь точно так же относилась бы ко всем женщинам вашему мудру. Что свекровь ревнует своего сына к вам. И что она просто боится, что вы окончательно ее сына от нее отвернете. Что она, в общем-то, эгоистичный человек. Что она властный человек. Что она, по сути дела, трусливый человек. Потому что властность, вредоповедение, когда только я и никого, кроме меня. Этот фильм всегда протестован со страхом и дефицитом чего-либо. То, что она устроила вам скандал. Значит, причем вы здесь не пишете, почему она устроила вам скандал. Она всем недовольна. Вот как вы думаете, почему человек всем недоволен? Потому что внутри у него нет гармонии. Потому что внутри у него нет удовлетворенности. У человека дефицит. Дефицит чего? Мы не можем точно сказать, но у человека дефицит. И именно потому что у человека чего-то не хватает. У человека нет баланса внутри. У человека нет удовлетворенности, нет гармонии. Он так себя ведет. Постарайтесь это понять и желающим игру позже И все это, конечно, не означает, что вам нужно ее принимать На самом деле, принимать и ломать уже себя вам не нужно Почему? Потому что отношение к свекрови у вас не совсем правильное Но и не лишено при этом доли рационализма, доли истины То есть при всем уважении к ней вы имеете полное право не терпеть такого отношения Такой формы диалога, какой она выбрала отношение к вам Да, то есть оскорбления, скандалы, эти и так далее И исходя из этого, вы уже говорите И мы сейчас с вами говорим не о том, как вы относитесь к свекрови Об этом мы сказали Мы сейчас говорим о том, как вы относитесь к себе Если вы примете у себя дома человека Который, в общем-то, вам неприятен То вы, по сути дела, переступите через себя Переступить через себя означает Ломать себя означает наступать на свою гордость Ну и понятно, какая будет атмосфера у вас дома И вот здесь, в этом моменте И нужно спросить вашему музею вот о чем Понятно, что он вас не ставит в известностях относительно того, что с ним произошло Этот момент я говорил в начале Я скажу еще, что не совсем понятно, почему ваш музею закрылся То есть вы пишете в основном про свекровь Вы пишете в основном про то, что, значит, какие у вас не сложные отношения А вот с музеем вы отношения, как таковые, не раскрываете Тем не менее, тем не менее Тем не менее, взгляды загружается вот в чем Вы без акцента на отношениях именно с мужем Сейчас спросите у него такую вещь Вот, я узнал, что к нам собирается приезжать к свекру-свекру Я узнал, что ты хочешь сделать ей гражданство Как ты себе представляешь наше совместное проживание с ней? При условии тех отношений, которые у нас не сложил Пусть ваш муж выскажет вам свое видение того Как он представляет себе ваше проживание Вы послушаете его, а ваш муж обязан это сказать Потому что это касается только вас Это не только его касается И квартира, соответственно, тоже не только его Даже если формально она принадлежит ему Но до тех пор, пока вы его жена Вы как бы делитесь с ним эту квартиру И перестаете иметь вы на нее право Только тогда, когда вы разведетесь Если вы разведетесь И к условию, что у вас нет прав на ее половину То есть понятно, что квартира это ваша совместность И если мужчина приглашает кого-то На территорию вашей квартиры То он обязан начаться с вами Вот этот момент нужно учитывать Но не начинать разговор с того, что вы не хотите ее видеть Пожалуй, ваш мужчина сейчас переживает Ну, мягко говоря, не самый лучший период своей жизни Умер его отец И давайте пока постараемся как-то помягче быть И с откровенных отрицаний, с откровенных претензий Диалог не начинать Потому что понятно, что ничего, конечно, из этого не получится Давайте попробуем Вашему мужу вот так спросить Как он себе представляет И далее он вам что-то скажет И вы, соответственно, можете задать ему такой резонный вопрос Ну, резонный по моему мнению Резонный вопрос А вот Если мне некомфортно Скажете вы Вот мне некомфортно видеть ее Мне некомфортно Значит, что она меня вообще не вошла не ставит Что она меня не уважает Оскорбляет и так далее Мне некомфортно Она не преднает твоего сына Она и твоего сына тоже оскорбляет И тоже, как бы, ну, относит к нему негатив Вот как ты себе представляешь Люди будут жить под одной крышей, если они друг друга не переносят А, по сути, свекровь Твоя мама, да Она не переносит нас Она нас просто не любит И ваш муж точно что-то скажет на это Он точно что-то ответит И вы после этого увидите Насколько человек о вас подумал В контексте вот этого вот приятного свекрова Если вы увидите, что мужчина позаботился о том Чтобы вам было хорошо Это одно Если мужчина не позаботился о том Чтобы вам было хорошо Это другое В этом случае вам нужно сказать так В случае, если он не позаботился Ну, скорее всего, так оно и будет Мужчина, скорее всего, не позаботился о вас Иначе бы вы не писали здесь ничего Если так Если мужчина действительно не позаботился о вас Ну, получается, следующая ситуация. Вы скажете, ну, хорошо, вот она приедет, я, в принципе, не против. Скажете вы, что она приедет, но как мне с ней жить? Как мне мириться с ее отношением? Ведь отношения ее я буду видеть. Отношения ее я буду чувствовать. Как мне, спросите вы, с этим жить? Как мне это терпеть? И самый главный вопрос, почему я должна это терпеть? Пусть ваш мужчина на этот вопрос ответит. И вот здесь вы знаете, что очень важно. Здесь очень важно сказать так, что вы не против того, чтобы она приезжала. Не против этого, в общем, в глобальном смысле. Но вам не нравится, как она к вам относится. Вам не нравится этот человек. И вы понимаете, что хорошего ничего из вашего совместного пожелания с ней не будет. Упирайте не на то, что вы не хотите, чтобы она приезжала, а на то, что вам будет некомфортно с ней. Упирайте на то, как можно решить именно ваши сни и с сыном. Противоречит ваш с ней и с сыном конфликт. Если у мужа нет готового рецепта решения этого конфликта, то вы с сыном будете испытывать дискомфорт. А дискомфорт испытывать вы с сыном как раз таки не должны. Вы не имеете никакого долга, никакого обязательства испытывать дискомфорта от того, что к вам приедет другой человек, который по идее будет гостем. Но который вы точно знаете, будет вести себя не как гость, а как хозяин, которому все должны. И перед которым вы априори ничего не значите. Перед которым вы являетесь, ну, своего рода мусором. Как муж относится к тому, что вам дискомфорт. Если муж начнет предлагать какие-то варианты, то есть как-то гармонизировать отношения, да. Как-то привести их в порядок, как-то, ну, сглаживать. Как-то, ну, сглаживать углы. То это хорошо. Это, с этим можно работать. Это можно обсуждать. Но тогда, я думаю, что если мужчина будет что-то предлагать, если он будет предлагать что-то дельное, то есть вы увидите, что это действительно может работать, действительно может помочь, помочь решить проблему, то напрашивается вопрос, а почему мужчина не сказал вам о том, что она приедет? Вот именно в этот момент, в момент, когда вы начинаете обсуждать варианты, если мужчина начинает высказывать вам варианты, вы начинаете обсуждать, как лучше это сделать, да, начинаете оценивать, реально ли свести к минимуму конфликты между вами и вашей свекрови, в общении, да, в соответственном броншевании, вы задаете в этот момент, будет вопрос, а почему ты мне не сказал об этом раньше? Думаю, я сама тебе об этом сказал. Мужчина уже расслабился. Мужчина уже не ожидает от вас такого вопроса. Мысли мужчины направлены на другое, на решение проблемы. И тут вы задаете такой вопрос, причем, знаете, спокойно, без агрессии, а истинно, искренне, недоуменно. И скорее всего, если только у вашего мужчины нет такого предвидения, нету сильно развитого интеллекта, и если у мужчины не гибкое мышление, я это вам специально говорю, чтобы вы сразу сделали проекцию на своего мужа и поняли, относится к нему это или нет. Если относится, да, соответственно, тут могут быть варианты. То мужчина отреагирует на ваш вопрос, ну, чисто рефлексивно. То есть он скажет, я как-то не подумал, или я боялся тебе сказать, или я опасался, что ты будешь там ругаться, или что ты будешь против, или что-то еще. И вот в этом ответе на ваш вопрос и будет крыться причина, по которой мужчина закрылся от вас и ничем, ничем с вами не делится. Либо это потеря доверия, ну, об этом мы говорили, то, как вы это доверие видите, то, как он видит это доверие, и как оно проявляется между вами. Вопрос, что у них требует дополнительного разрешения. Либо мужчина обращается в ваши реакции, то есть он понимает, что вас не переделать, он понимает, что вы не готовы к благодолю причине идти с ним на контакт, идти с ним на диалог. Вы его не понимаете, и из-за этого он не видит смысла вам с это говорить. Если он отвечает, что не подумал, значит, получается, он просто, ну, не придал важности тому, чтобы вам сказать о том, ну, что вот проезжает его маг. Если он действительно не подумал, значит, это самый худший вариант, потому что в этом случае, а в случае, если мужчина не подумал, можно говорить о том, что он вам не дорожит. Можно говорить о том, что он считает вас своим приложением. Ну, то есть, по сути, вот то, что я говорил вначале, да, что вы никуда не денетесь от него, что вы, в общем-то, уже его, в 18 лет, как-никак, он понимает, что вы от него не уйдете, что вы там никуда не денетесь, и с вами можно не считаться. Понятно, что данное отношение не является хорошим. Понятно, что данное отношение является оскорбительным. Опять же, опять же, не нужно сразу, как-то негативно реагировать на этот момент. Ну, не подумал человек, не подумал. Это, ну, бывает. Бывает. Реагируем спокойно, но делаем выводы. Выводы от того, как мужчины к нам относятся. И если он не подумал о вас, то и вы о нем в следующий раз, в следующий момент, тоже можете не подумать. Не подумайте о нем, не скажите ему что-то, не поставьте его в ответ. Ну, посмотрите, как он отреагирует. Если отреагирует положительно, то, то, то есть, ну, отнесется спокойно, совершенно никак не отреагирует. Ну, не сказала, не сказала, подумаешь. Значит, у него нет заинтересованности в вас. Наши чувств к вам у него действительно нет. Если отреагирует негативно, то момент. Почему негативно отреагирует? Предмет негативной реакции может быть двух видов. Первый вид – это он сам. То есть, вы задели его самолюбию. Задели его гордость, тем, что не сказали ему, не поставили его в извеженность. И предмет другого вида – это вы и сами. То есть, почему не сказала, я мог бы себе помочь, я мог бы это для себя сделать, да? То есть, понимаете, о чем будет речь. И вот в зависимости от направленности негативной реакции вы сможете сделать вывод относительно того, как мужчина вас видит. И если мужчина прореагирует негативно в контексте себя самого, значит, он воспринимает вас только исключительно в качестве дополнения своего статуса. То есть, вы его жена, вы его супруга, и можно просто воспринимать вас как приложение. Знаете, приложение к журналу, да? Вот примерно так же он воспринимает и вас. И в этом случае, в этом контексте можно говорить о том, что мужчина не имеет к вам искренних чувств. Вы ему нужны, он в вас нуждается. Но нуждается как? Нуждается он в вас, знаете, как его мама, в своем муше. То есть, его маме муж нужен был исключительно в качестве статуса, исключительно в качестве дополнения своей собственной жизни. И не более того. И после этого уже к вам вопрос о том, будете ли вы мириться с таким отношением, будете ли вы терпеть такое отношение или нет? Если будете, то почему? Что вы за это получите и нет ли у вас зависимости от мужа? Если нет, то это ваше брало, и вы поступите как осознающая себя личность, уважающий себя человек, любящий себя индивид. Это будет правильный поступок, потому что никому не нравится быть приложением к человеку никому. И вы не должны им быть на самом деле. Вы этого не достойны и вы этого не заслужите. На кончок, 18 лет брака и сын это все-таки чего-то стоит. И мужчина не имеет права вот так вот к вам относиться. Сказать о том, что вы отчасти самые виноваты в том, что так произошло, можно. Можно так сказать. но в чем именно вы виноваты? Я бы даже не сказал, что вы именно виноваты. Вы не виноваты. Вы не счете ответственность за то, что позволили мужчине перестать бояться вас потерять. Но и здесь есть небольшое послабление для вас такое, что за столько лет это было не очень-то сложно сделать. То есть достаточно легко привыкнуть к человеку на столько лет и перестать вести себя именно как женщина по отношению к мужчине, а не как жена. То есть как жена вы себя к нему ведете прекрасно, а вот как женщина я думаю, что уже не так сильно. И вот здесь вам нужно работать, здесь вам нужно заново привлекать внимание мужчины именно как к женщину, чтобы он знал, чем вами дорожить, чтобы он вновь увидел вас как женщину и тогда отношения могли бы как-то освежиться, как-то получить второе дыхание, второе развитие и так далее. Но момент, который нужно сказать отдельно, заключается в том, почему мужчина не защищает вас от своей крови. Этот момент очень важный, потому что мужчина не защищая вас от своей крови, по сути, не защищает свою семью, не защищает своего семья, не защищает границы того, что принадлежит ему. И вот здесь тоже очень важно понять, почему он этого не делает. Если только от мамы, если только он ведет себя так по отношению к маме, то это одно. Ну, может быть, мама для него святой, и он просто мысли допустить не может о том, что она как-то навредит. Хорошо. Но если он вообще вас никогда ни от кого не защищал, в этот же момент, либо он изначально к вам не чувствует того, что обычно существует мужчина к женщине. Либо у него нету такой вот жилки, такой чертых характера, которая позволяла бы защищать свою семью. И в этом плане, опять-таки, если раньше все было так же, в этом плане вам, ну, вам не стоит ничего менять, потому что мужчина вам может заметить, почему раньше вас не устраивало, а теперь нет. Теперь вдруг почему-то перестало устраивать. И вы на этот вопрос не можете ответить, а точнее ни один из ответов не устроит вашего мульта. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, и рекомендации практически и раскрытие картины я вам дал. Сказать по-правде отношения со свекровью и ситуацию со свекровью решить все же проще, чем отношения с мужем, потому что совершенно точно, совершенно точно, что именно взаимодействие вас и вашего супруга требует более тщательного анализа, более предметного рассмотрения, более подробного разбора для того, чтобы понять и помочь вам как-то их нормализовать и гармонизировать. Я понимаю, что вы проделали большую работу, я понимаю, что вы по камочкам выстраивали ваши отношения, но если они вновь расслужились, значит это была отчасти иллюзия. И хорошо в этом только то, что вы оба хотели эту иллюзию создать. Значит желание есть у вас обоих. Единственное, единственное что, что это желание, энергию вы направляли может быть не в то русло. И если это так, если это действительно так, то для того, чтобы направить вашу энергию, вашу совместную энергию в расправленное русло, нужна работа, может быть даже совместная работа, то есть вы, ваш муж и психолог, может быть вы психолог и ваш муж психолог. То есть я имею ввиду работу с психологом каждого из вас. Это все зависит от вашего желания, от желания вашего мужа и от того, как вы воспринимаете ваши отношения, каким вы видите будущее ваших отношений и что бы вы хотели именно исправить. То есть что именно вас не устраивает, я понимаю, но не устраивает это цель. Это цель. Цель, например, устранить недоверие. Цель, например, раскрыть вашего мужа. Это цель. А цель развивается на задачи. У цели есть требования, условия и средства решения. Вот об этом нужно подумать. И подумать об этом в первую очередь нужно вам, потому что мы не будем говорить о том, что касается третьих лиц полноценно. Об этом знаете только вы. И вот исходя из того, что вы решите, и зависит будущее ваших отношений. Решите бороться с проблемами самостоятельно, собственными силами. Ваше брало. Тогда постарайтесь следовать тем рекомендациям, которые я дал. Решите работать с психологом прекрасно. У нас на сайте есть семейные психологи. Могу помочь вам я, если хотите. Выбирайте. Но главное, 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 помните, что нет неразрешимых проблем. Есть решения, которые не устраивают. И вот прежде, чем говорить, что проблема нерешаема, спросите себя, а почему решение это вас не устраивает. Что гласировать это решение? И если вы чего-то боитесь, то об этом нужно разговаривать. Страх делает человека уязвимым, страх делает человека слабым, страх делает человека зависимым. И вам нужно для начала избавиться от этой самой зависимости, а уже потом тогда решать свои проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Всего вам доброго, удачи и принятия верного решения.